Всем доброе утро! Меня зовут Екатерина. Сегодня я покажу, как подровнять самим волосы в домашних условиях. Я уже их помыла, как вы видите. Начнем. Сейчас расчешем. Расчесали. Вот такая у меня длина. Стриглась я полтора месяца назад. Но так как приехала из Турции, концы немножечко посеклись. Сильно укорачивать не буду. И челка, видите, какая уже длинная. Челку немного на бочок сделаю. Отчесала первую прядь. Так как у меня рост волос, уголочком и вверх растет. Я не могу ее делать слишком короткую. Ножницы у меня профессиональные, экономичные. Можете взять любые. Чуть-чуть на бочок. Конечно, понятно, что неудобно не снимать ничего. Но сам принцип я покажу. Вот контрольное. Останавливайтесь. Видите, как не меняя положение. И стригите. Видите, как аккуратненько ложится. И еще поднимется. Так же вторую прядь. Вот наш челочек. Немного профилируем. Даже на бочок. Конечно, перед камерой. Это очень весело. Ну, уже знаешь свои волосы. Чуть-чуть потоньше. Сейчас не видно, потом все увидите. Если у вас вьются волосы, филировать не надо. Только усугубите. Так, дальше. Так как я ношу на этот пробор, в принципе, такая стрижка, как хотите, отделяем до уха. Естественно, так. Конечно, уже краситься надо, потом покажу. Пока жарко, возиться не хочется. Видите, все самые сеченные, они в первую очередь сохнут. Отчесать нужно вперед. Сейчас я тут, конечно, плохо вижу, но вы поймете сам принцип. Лучше к миллиметрам не притирайтесь, потому что действительно эту стрижку первый раз на камеру снимаем. Вот эта точка. Как короче вы ее отстрижете, чем короче, сразу визуально прикиньте. Вот вы, допустим, отстригли вот так. Она перенесется сюда. Значит, лесенка будет начинаться чуть выше подбородка. Мне это не нужно. Возьму самые тоненькие. Два сантиметра. И сюда сопрягайте. Вот это ваша последняя точка. От нее вот сюда немножечко раз. Видите как? Наверное, легче показать, чем рассказать. Вот она, эта точка последняя. Так же с другой стороны. Если уж совсем выловки, то можно сделать так. Но смотря у кого какие ножницы. У меня профессиональные. Эту часть я сделаю сейчас точно так же. Вот. Сейчас немного сниму сверху. Не волнуйтесь, что сзади не будет окантовки, потому что по этой схеме стрижки, когда все поднимается, или вот так вот все стрижется, если у вас очень длинные волосы, можете вообще все волосы зачесать, если не все одной длины. Вот так. И вот так буквы А их все подстричь. И когда вы все сделаете назад, у вас будет лисий хвост. Сейчас немного вверх подстрижем. Вот наш пробор. Эта челка сама по себе падает. Отделили сантиметра два. Это же все дома. Перпендикулярно голове оттянули. И сострели, сколько вам нужно. И так дальше. Отделяем пробор. Эту прядь первую не бросаем. Все подтягиваем. И там, где была первая прядь срезана, все это состригается. Также вы можете или оттягивать вот так стричь волосы ровно, или все, где у вас была прядь, все подтягивать наверх. Здесь у нас контрольная, ровно стричь. Все-все-все наверх. Одним срезом. Пускай падает, и это будет каскад. Вот что получилось. Вот это наша грануировка. Вот такой каскад. И челка. Немного сюда стрижку на удлинение. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok